МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Почему у Регины Дубовицкой и Владимира Винокура может быть один семейный альбом на двоих? Это же было сколько лет? Тебе 14? 14. А ком это, Регина Игоревна? Мне разборки она всегда устраивает. По телефону. Тайное имя народного артиста. А чего у нас два Вовы Винокура, говорит маленький Вова? И его другие секреты. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно. Почему дочь Владимира Винокура плакала, когда увидела его сюрприз на день рождения? К 18-летию Насти я ей решил сделать подарок. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Владимира Винокура. И делает это в компании Регины Дубовицкой, потому что повод встречи у нас 30 лет аншлага. Дайте огня, мне ли света боятся? Пусть убедятся всех ярче я. Аншлаг ведь известен не только своими заублачными рейтингами, но и семейной атмосферой. Точно. Вы когда познакомились с членом семьи аншлаговской? В 75-м году мы познакомились. Я артист вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Малякова. Да, Юра Малякова мне сказал, что в его группе появился молодой, талантливый пародист. Я ему сказала, Малякова, пригласи его ко мне в «Доброе утро» на радио передачу. Ты помнишь, с чем ты ко мне пришел? С двумя кассетами, ты помнишь? И значит, я говорю, ну давайте поставим, я никогда не слушала ваши пародии. Давайте, он дает мне кассету, я ставлю на магнитофон. Я стала смеяться, потому что это был Магомаев. Он его копировал не только голос, а копировал то, что умеет делать только он из пародистов. Он копировал характер. Покажи, как ты Магомаева делал. Так. Он попробовал. Точно, да? Точно, видишь? Магомаев. А если встречу в темном месте и на куле, А в том-то свадьбы прятали поживем. О море, море, преданным скалам. А Муслим сам любил, хотя мало кто знает, что Муслим сам делал пародии. На кого? Он делал на Рожида Бейбута, он делал на Шаляпина, на Паллада Бельбеля Глы. А в Америке мы с ним в 1986 году работали несколько концертов. Несколько, это 20. Работали с ним вдвоем. То есть он меня, молодого артиста, пригласил работать с ним по отделению. И он сам меня объявлял, Муслим. И он так тепло говорил о том, что многие пародии не любят. Я к этому отношусь двояко. С одной стороны, кто может, меня спародирует. А так, вообще, я верю этому молодому артисту. Вы сами судите, вот сейчас он выйдет. И только я делал вот это, и начиная с аплодисмента, и Муслим обязательно выходил и кланялся. Он был с юмором вообще, да. А вот с Региной мы, когда в 1975-м тогда познакомились, впервые я появился в лучшей передаче по тем временам. Это был единственный случай в моей жизни, когда никому неизвестный артист выступил в Добром Утре, и на утро его знали. Проснулся знаменитым. А выступил именно с Магомаевым, да? И мечтал, конечно, стать вокалистом. Вы не видели мои ноты? Я вообще первый раз вас вижу. А, вот они. Значит так, я вас прошу внимательно отнестись. Пожалуйста, пожалуйста. Женщик, пожалуйста, я прошу вас посмотреть. Я смотрю, я все вижу. Женщик, вижу, я стою, ничего не вижу. Он сидит, все вижу. Публика ждет, вы здесь знаете, устраните. Пожалуйста, если нужно, я могу встать, мне все равно. Конечно, все равно с вашим ростом, что сидеть, что стоять. Он еще потом много лет мечтал стать вокалистом, петь. А пародия это так. Ну, первый отбил меня эту охоту Юрия Маликов. Потому что, когда я в первом отделении пел песню Фельдсмана, «Идут дожди, смывая вмятина». Это про войну, что плачут матери, там все. И в первом отделении я выходил, в зале действительно люди сидели со слезами. А в втором отделении я выходил с этой клоунадой. То есть я делал пародию. Юра меня вызвал и говорит, надо определяться. Володь, давай откажись от чего-то. Я говорю, нет, конечно, я от песни откажусь. Я, мы придумали. Зомер. Да, знакомство он назывался. Знакомиться с девушкой. Приглашал в гости. Пили чай. Я говорю, я сейчас приду. Я бежал в телефон-автомат. Голосами разных артистов говорил, что мне Володька необходим, Папанова говорил. А где он? Мы тут Софи Лорен сидим, без волки не начинаем. Алло, это кто? И девушка понимала, что я... Востребованный. Востребованный. Все. Магомаев там попросил. Вот. И вот этот номер имел феерический успех. И даже уже такая ревность была небольшая. Потому что ансамбль был супер популярный. А потом я задумал идти на конкурс. И стал лауреатом. Причем непростые лауреаты были. Первая премия Любочка Полищук. Полищук. Вторую премию мы с Леней Филатовым разделили. Я помню, получили 100 рублей, пропили ВТО. А, кстати, он делал пародии. А он делал Филатов пародии. Литературные. Литературные. Он делал на поэтов. И классно делал. Очень здорово. Классно делал. Очень здорово. И на Рождественского, и на всех. На Евтушенко. А третью премию разделили. Мои ребята, с которыми я позже сдружился и работал. Это Роман Казаков и Илья Олейников. И вот это вот наша победа была общая. Почему? Потому что Регина, как никто, болела за своего первенца. Потому что по тем временам она еще не знала, что у нее наступит великое время. Это сегодня мы говорим 30 лет аншлагу. 30 лет аншлагу, это аж какой год? 87-й. 87-й год. Это было через 10 лет. Лет после. После моей победы в 77-м на конкурсе. Только через 10 лет появился аншлаг. Но с первого дня аншлага до сегодняшнего дня, еще далеко не последнего, я в аншлаге. Заказал шашлык из баранины. Жена курицу. Официант по-русски не в зуб ногой. Ну как ему объяснить деревня? Я думаю, ну баранину, это же легко. Ну грудиную, эту самую, то есть куриную грудку, я жену за грудь взял. Он понял сразу. Куриный грудь. А теща дурочка взяла, говорит, а мне и яичницу. А вот вы говорите, что вы очень хорошо знаете биографию, творчество своего партнера по аншлагу. А с какой поры? Вот допустим, вот такую фотографию я вам покажу. Вот здесь Гагарин, допустим. Гагарина узнаете? Это же было сколько лет тебе? 14? 14. 14, и это Артек. Это Гагарин. Вы знаете, что это Артек, да? Ну конечно, мы же знаем. Почему же, конечно? Я, между прочим, о своих артистах все знаю. Собирайте информацию. Нет, я просто не знаю. А что на истории с Артеком? Ну так это уже, я думаю, лучше расскажет Володя. У меня есть фотография, мне вручают... Это нам из Артека. Мне вручают медаль. А вот так сидит Гагарин. Они его увеличили. Ты расскажи, как ты в Артек попал? В Артек я стал лауреатом конкурса областного в городе Курске. Я пел во дворце пионеров. Песню Бухенвальс Канабата и «Хотят ли русские войны?». Серьезно, если такие произведения. Ну, «Хотят ли русские войны?» Я даже показывал тогда в Курск к моему соседу, приехал Марк Бернес. Ну, по тем временам, ты молодой человек, просто не понимаешь, насколько это было. Да, Бернес. Кроме кино и одного канала телевидения ничего не было. И Бернес, и киноартист, и певец. И мой сосед говорит, ко мне приедет Марк. Марк с Маркушей, мы учились в Харькове. Техника. Ты не уходи никуда, я тебя позову. Я сижу, жду. Зовет меня. Лечная клетка. Вхожу, сидит Марк Бернес. Наш сосед говорит, Маркуш, познакомься. Вот Володя Винокур. Поет. Во дворце пионеров. Володь, давай. Хотят ли русские войны? Он так на меня посмотрел, говорит, чего ты орешь? Они же не хотят войны. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Я на всю жизнь запомнил, что Марк Бернес вкладывал в это душу и актерское мастерство, а я орал, как бешеный. Я приезжаю, окрыленный в это, штаной с лауреатом. Вот обида какая. За медаль, за первое место по волейболу, я был капитан команды, я получаю из рук Гагарина, а медаль за песню, как лауреат международного конкурса, мне представитель с этой дружиной вручает. Добрый день, друзья и недруги. У меня несколько лет назад на канале «Россия» был такой проект «Семейный альбом». Я приезжал в гости к знаменитости домой, и наша команда совершенно великолепная и грамотная делала такой вот подбор фотографий, многие из которых не видели даже наши, чуть не сказал гости, на самом деле мы к ним гости приезжали, наши собеседники. И мы обсуждали вот эти фотографии, завтракали и вспоминали. И очень много было брюков тогда в Муадрид, что не с теми людьми я разговариваю, что очень много людей из аншлага, что где-где ученые, где космонавты, где какие-то видные спортсмены. Там, по-моему, только Фетисов был из собеседников в этом проекте. Ну, может быть, кого-то я забыл. Песня совсем не о том. Я должен просто пояснить, что в таких проектах не ведущий решает, кому он в гости поедет. Знаете, руководитель советского телевидения Лайпин говорит, что ведущий – это вообще подставка для микрофона. Вот в известной степени на многих проектах такие приходится работать. Естественно, у ведущего есть право вето. Я могу отказаться кому-то в гости ехать, могу объяснить, почему это плохая идея, потому что вообще это в эфир не выйдет, допустим, в контексте какой-то предыстории взаимоотношений, допустим, прочее. Но в целом именно продюсеры решают, кто будет моим собеседником и о чем, собственно, мы будем говорить. Там, в общем-то, прописываются сценарии. И, естественно, я от этих сценариев отходил, когда считал нужным, иначе бы это не было авторским проектом. Но я к тому, что, вот, допустим, герои «Аншлага» – это действительно не мои герои. Я эту передачу никогда не смотрел. Ну, своим, допустим, студентом, или не курсантом у меня курсы были в МИТРО, в Останкин институте, я всегда любил вот таких приглашать. Потому что в тот период, когда я читал эти курсы, самым любимым по журналистской среде проекта был «Вечерний Урбант», Иван Андреевич Урбант. Вот это просто было с придыханием. Все говорили, я всегда приносил очередные рейтинги и показывал, что доля рейтинга «Вечерний Урбант» многократно меньше доли «Аншлага». При том, что «Аншлаг» не я, не мои курсанты, не мои коллеги никогда не смотрели. Но это надо учитывать, что есть страна, и что у людей разные представления о прекрасном, и игнорировать рейтинговый проект профессионалы не имеют права. Они должны понимать, за счет чего успех этот достигнут, какие составляющие. И, конечно, люди, которые достигли успеха, на чем бы они не рванули, они представляют интерес для медики. То есть для меня, как журналиста. Если мне, допустим, не нравится и непонятно, я все равно должен разобраться, понять, за счет чего. Это какое-то обаяние, или какое-то драйв, или какое-то попадание, какое-то совпадение кодов. Вот этим часто и объяснялся мой достаточно искренний интерес к тем персонажам, потребителям продуктов, коих я не являлся и не являюсь. То есть, если мы говорим про «Аншлаг», допустим, или про сериал «Сваты», я не смотрел. Я знаю, что это есть, что это успех, что это рейтинг, и даже смотреть мне это всегда было интересно. Поэтому ничуть не жалею об этих записях.